Добрый день, друзья. Сходил на приёмку, взял 5 килограммов. Ну, что-то как-то, знаете, не весело. Как мудрецы говорят, если человек находится не на своём месте, то это двойное зло. Потому что человека нет там, где он должен быть, и есть там, где его не должно быть. Вот. Есть такое ощущение, что он где-то не на своём месте. Вот. В связи с событиями в Израиле, вот, где-то там надо быть. Но даже теоретически я там быть сейчас не могу. У меня даже паспорт просрочен. Загран. Не говоря уже про всё остальное. Вот. Поэтому какой-то фигнёй занят. Ну, вот, как бы, ладно, так, отступление. Ну, вот, что получилось взять. Так, так, так. Вот. Ну, штангенцирку. Рублей, так, от 50 до 100. В принципе, их берут периодически. Вот интересная вещица. веб-камера, то есть, не веб-камера, камера наблюдения. Бывает, берут даже, то есть, продаются даже малижи камеры, и они стоят там, что-то несколько сотен, там, довольно прилично. Поэтому, если даже эта камера не работает, то всё равно она прилично стоит. Прилично, неприлично, но стоит каких-то денег повешать, отпугивать прохожих. Вот. Ну, скорее всего, потому что их было две. Ну, скорее всего, рабочие. Просто где-то что-то снимали. Ну, вот. Она аналоговая, скорее всего. Ну, как бы, вещь сейчас не сильно интересная. Это только телевизору там тянуть. Я проведал, правда, похожая камера какая-то там, метров 20. Специально провод цеплял. Думал, повешать на заборе там, чтобы там чик. Ну, это, видите, надо ли телевизор постоянно включенный, чтобы был. Кто-то позвонил. Я пока включил телевизор, пока этот человек ушёл. А может, кто-то нужно было смотреть, кто там. Вот. Ну, то есть, такая вещица. Стоящая. Отложим пока сюда. Вот. Такие вот реже попадаются. коловоротики, буровочки. Где-то попадалась информация. Ну, вот, как будто чуть-чуть должен был сидеть. Здесь вот где-то он как-то раскрутился. Что вот это вот, типа, для продольного сверления. А вот такой вот формы для скажем так. Ну, это вдоль болотника, на это поперёк. Ну, вот я это как бы так сильно не знаю. Возможно, я ошибаюсь. Ну, вот это явно заводской. Ещё есть мысль, там, потому что это квадрат. Здесь можно сделать пирамиду, чтобы он в коловорот вставлялся. Так. Вот такая вот дрель маленькая. Красный инструменталь, чтобы вот она, клеймо. Мне такие очень нравятся. У меня как раз вроде хотят купить такой, и это вот отлично. То есть, выставили вот эту. Бывает, надо самому удобно. маленькая, лёгенькая, где-то подлезть. Вот. Вот такой коловорот. Такое ощущение, что вот эта вот самодельная часть, ну, вот это и точно самодельная, потому что у них были пластиковые. То ли его разгибали, чтобы вот эту часть надеть, то ли вообще вся вот эта вот пролог самодельная. Вот. Ну, тоже бывает удобно. И таким иногда просверлить, что-то будет. Какие-то и металлы, по-моему, сверлил. Так. Вот такой вот интересный коловорот. явно кованный, самодельный. Так. Ну, здесь тоже немножко погнут. В прошлый раз была шикарная вещь, но как её забрать, куда её? Рельса царская 2003-го, фу, 903-го года. Демидовский завод. Там всё это, ну, написано. Демидов, там всё вот это как раз с надписью. Потом вроде как там какие-то кузнецы за ними охотятся, но на метра 3, килограмм 300. И куда её? Вот. Такой вот набор полотен. Вот, по-моему, Китай современный. Ну, тоже, я думаю, они весят, ничего не весят. четыре штуки. Потом, вот видите, здесь пропилы. Как бы в этой плоскости, то здесь, видите, под наклоном. Вот так. Не знаю, может быть, обушковую я себе оставлю. У меня есть хорошее, более-менее, полотно обушковое. Что-то обушковое обычно не... Ну, не эти-то дрянь. Ну, вот, для себя ищу неплохую обушковую хочу. Посмотрим. То есть, может, как-то скомплектую вот с рукояткой. Может, еще как-то сделаем, не знаю. Может, вот, три полотна там как-нибудь за полтинник, ну... Так, и чё я. Ну, вот, дрель может, рублей 300, колоборот, можно, там, рублей 150. Ну, вот, которые, вот, эти вот буравчики, я не знаю. Почем-то тут хитрый. Руль, чем хороший он от этого? От тренажера. Он не от велосипеда, поэтому, то есть, он не ржавел нигде под дождями. И, то есть, он такой вот формы недовольный. Я все хочу себе... У меня два, две рамы старше, я все хочу сделать. Одну с бараном, а рулем, а одну с прямым. Ну, вот, думаю, такой вот он, в принципе, глядите, от прямого практически не отличается, ну, почти нет подъема. То есть, посадка была такая, то есть, не совсем лежа, как с бараном, и невысокая, как вот совсем дорожные, такие высокие, чтобы спина была под наклоном. Вот такая вот вороночка малярованная. Тут какой-то краски измазанная, вот я, часть от царап, он отвалился. Ну, тоже, я что-то рублей, там, по 30 продаю у вас 5. Так что, вот руль, вот грипсы дополнительные с того же тренажера. Вот, видите, клеймо, значит, мы, по-моему, делали на зоне. Что это? А, тренажер там был целиком, колесо, вот переднее, оно алюминиевое, поэтому разобранный. И, на, по-хорошему, тут я опять же говорил, что из-за неправильного посадки, там, типа, колени убил на тренажере. Ну, так-то тренажер неплохой, то есть, там, получается, есть какая-то крутилка усилия и этот, как он? То есть, там есть километраж и скорость. Вот, что-то я пытался открутить, не получилось, но надо было открутить такой вот стройщиком какой-то. Ну, то есть, получается, можно регулировать усилия, можно, соответственно, держать определенную скорость и, соответственно, допустим, проехать, ну, там, ставишь задачу, там, не знаю, 10 километров, 40 проехать. Вот. В этом плане это неплохой. ну, опять же, куда его ставить? Будет ли желание, не знаю, два часа крутить педали на, ну, в комнате? То есть, да, сейчас можно смотреть, там, не знаю, эти новости из Израиля. Довольно много смотрю их сейчас. и крутить педали, но, надеюсь, война закончится. Ну, какие-то дела есть тоже, короче. Вот, ну, ладно, это возвращаемся. Поэтому вот такая вот поварюшка большая, мне понравилась сама вот эта вот чашка, глядите. кто-то говорил, ну, я уже не раз говорил, что есть мнение, что желудок, ну, вот, две руки, такой вот объем где-то, и вот такая вот чашка, довольно подходящий объем. То есть, заварить кашу, заварить картошку, порцию, если как, вот, погореть воды, кружка, поставить на горелку, если ее рукоятку загнуть, сделать как-то вот так, ну, то есть вот, чтобы такой был хват. Соответственно, здесь, воточка, загиб на руку, хоп, либо все-таки вообще оторвать, то получится неплохая такая вот походная чашечка. Ну, вот, то есть, мне кажется, это современная какая-то, ну, либо такая довольно длинная, большая погоречка, поварюшка. Вот, что у нас еще интересного. Ну, тарелка от микроволновки, то не особо, собирать ягоды. По-моему, самодельный, я что-то не знал, что они так стоят, я не, ну, не верил, но я, ну, у меня был заводской, я его за 500 рублей что-то продал довольно быстро. А, стоят до тысячи. Почему они так стоят, для меня загадочно, но почему-то стоят. Так, пинцет. Довольно длинный. Еще один барафчик. Так, я буду. Уж испугался, что самое интересное я не взял. Вот, смотрите, видите, ведется. Короче говоря, английские надписи, то есть, это английская полукруглая стамеска, сломанная рукоятка. Либо резец, не знаю, надо смотреть, там по юбочке, если есть юбка, то у стамесок есть, а у этих резцов не было. Но мне кажется, что это все-таки здесь была она, стамесочка. советская стамеска. Я здесь не увидел, но похоже на турбобора. Турбобора народ любит. И, соответственно, можно влечь 150, за нее просить. За английскую, я не знаю, дороже. круглогубцы. Ну, тоже там, скажем, поставить рублей 70, я думаю, они уйдут. Вот такие типа утиков. тоже надо стукнуть, я не тоже там, аугли 70. Еще одна стамесочка. Ну, вот это, похоже, самодельная. Ну, смотрите, она довольно кривая. но вот эти вот скосы сделаны. То есть, или кто-то очень старался, либо это как-то не, ну, на какой-то напильник-то не похоже, что у нее, по-моему, здесь вот она толще, тут тоньше, плавно переходит. Ну, надо смотреть, возможно, может быть и какой-то китайца, а может быть что-то импортное. Вот, набрал каких-то свердов, посмотрите, они довольно длинные. То есть, обычно такого сверлок, оно где-то вот такое, да, вот, 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 если хвостовик пинцет. Скорее всего, ничего странного нет, он просто сломанный и человек решил такую-то проблему вот такой вот скобочкой. У меня есть мысль, что эту проблему надо решить винтиками. То есть, это какая-то нержавейка или покрыта она чем-то, ну вот, может быть. Не знаю, насколько полезно. То есть, вот он еще, сверлышко. Не знаю, там гайка барашковая. Собственно, там сверла и шила есть. Ну вот, собственно, там и все по большому счету. Ну вот, получается, интересно, вот стамеска английская, кованая и коловорот надо подумать. Вот поварешка ложка надо прикинуть объем. Вот если бы в нее еще этот вылазил, вермишелька. Ну опять, если вот вермишельку я люблю длинную не ломать, а если вот ее поломать, то мне кажется, она туда влезет. И вот такой вот тюк можно получить интересную походную. Ну вот, с камерой, конечно. С камерой мне вот, честно говоря, не особо интересно, потому что ее надо проверять. Вот. ничего сложного. Там надо подать питание и, соответственно, подать сигнал на телевизор. То есть, это нужен провод. У меня где-то есть... Я уже проверял пару камер, поэтому у меня где-то есть провод с тюльпаном. Колодка, получается, ну вот, к земле два, получается, надо и питание подвести, на телевизор. Вот так вот. Что еще вам сказать? Ну, то есть, этот какой-то самодельный, то есть, там, поменьше, ну, тоже, думаю, рублей 300-500 может, скажем, от 300 до 500 стоить может комбайн для ягод. тарелки на базаре, скажем так, 150 плюс-минус. Я вот думаю, может, взять с собой, попал эти за сотку скинуть, чтобы не мешалось. Вот. Потому что я куда-то отсылать, я большинство отсылаю вещей, но это могут разбить, но и смысла нет. Вот. Что еще? Ну, с рулем я так и как бы надо сделать, никак не доделаю. Бум-бум-бум. то есть, там, сверл довольно много, если даже по десятке каждое. Сейчас уже по десятке и нету. Даже по двадцатке тут что-то есть сотка, две, триста, пятьсот, шестьсот, семьсот, ну, тысяча. Короче, тысячи полкарат можно роль там еще, а, в этой, ну, то есть, тысячи на две можно продать. Вот. Что еще интересного? ну, ну, вот как-то так. А, я эту полукруг не посчитал. Ну, то есть, ее, опять же, что с ней надо сделать? Ее надо почистить, по-хорошему отрезать, если так вот, и сюда приварить что-то. Вот, в принципе, можно. Ну, то есть, вот условно, видите, вот юбочка, вот так вот, но это хорошую портить не надо. Допустим, условно, вот, да, то есть, можно вот эту чукру, чукру, и получить. Вот, ну, опять же, можно там вытащить на токарном станке, тут вариантов полно. Ну, можно попробовать продать. Опять же, поставить, соответственно, пускай точат, кто хочет. Ну, пинцет опять, что-то пинцетов много развелось. Ну, вот, надо попробовать. с винтиками или на заклепочке до отверстия сюда вот между подложить что-нибудь. Шайбочку, я думаю, будет ништяк. Вот. Так, вот такие вот дела. Что интересно, а, были запчасти от этого, ну, опять, ну, не целое. телевизор крепить на стену. Ну, две части были из трех. Обычно. что еще? Ну, вот, собственно, все. Благодарю за внимание. Всего доброго. до сих пор, все. Спасибо. До сих пор, до сих пор, до сих пор. Продолжение следует...